Министр транспорта и связи региона Василий Старков, представители администрации Екатеринбурга, а также эксперты Общероссийского народного фронта провели инспекцию дорожных участков, лидирующих в рейтинге убитых дорог. Рейтинг был составлен по результатам народного голосования на сайте проекта. Это принципиально новый подход взаимодействия с общественностью, взятый на вооружение областными и муниципальными властями. Инспекция во главе с министром объехала 10 объектов уличной дорожной сети Екатеринбурга. На данный момент возглавляющих рейтинг Общероссийского народного фронта. Среди них улица Белинского на участке от Черца до Щербакова, Щербакова от Белинского до Лыжников, несколько участков улицы Шевская и другие. Лидером в списке пока остается подъезд в нефтебазе на выезде из города. Василий Старков подтвердил, все эти участки нуждаются в ремонте. Они будут включены в программу приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Сегодня мы вместе с вами посмотрели участки, которые вошли в топ-10, так скажем, лидеров по голосованию. На самом деле подтверждаю, что по каждому из участков абсолютно адекватно были отмечены все разрушения, все дефекты. И сейчас в рамках работы нашего регионального проектного офиса мы будем смотреть и включать все эти объекты уже в программу. Или за счет той экономии, которая уже в этом году получена, ну и соответственно на 2018 год. Абсолютно каждый объект мы без внимания не оставим. Все эти объекты, которые вошли в топ-10 голосования, будут учтены в нашей региональной программе. Отметим в топ-100 убитых дорог на сайте Общероссийского народного фронта. Вошли участки улиц в Первоуральске и Кировграде. Глава Минтранса дал поручение специалистам оперативно предоставить фото- и видеосъемку этих объектов для того, чтобы оценить их качество и принять решение о включении в областную программу. Напомним, что в этом году на реализацию проекта «Безопасные качественные дороги» в Суровской области направлено порядка 3 миллиардов рублей. Общий же объем Дорожного фонда региона составляет более 17 миллиардов рублей. «Проект стартовал в феврале этого года. Голосование, активная стадия голосования у нас началась в июле. И мы очень довольны, что уже в июле месяце министерство оперативно достаточно-таки отреагировало, и мы находимся, грубо говоря, в плотном контакте. Обычно голосующие приходят на наш сайт из социальных сетей. Это в основном достаточно-таки молодая аудитория, то есть до 35-40 лет голосуют и размещают дороги и мужчины, и женщины абсолютно в одинаковом, грубо говоря, с одинаковой активностью. И мы надеемся, что так и будет происходить дальше». Принять участие в проекте Дорожной инспекции Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог» может любой желающий. Для этого необходимо загрузить на сайт фотографии участка дороги, нуждающегося в ремонте, и обозначить его на карте. Кроме того, можно голосовать за объекты, выложенные другими пользователями. Так составляется рейтинг улиц, находящихся, по мнению самих жителей городов, в плачевном состоянии.